Всем привет! Сегодня у нас вечер вторника. Как вы думаете, чем я занимаюсь? В полдевятого вечера еду у Сани брать задние колеса, потому что на последней покатушке своей я спалил почти в слик. Сейчас уже 3,5 градуса, ночью обещают далеко не жарче, поэтому я еду за колесами, чтобы взять у него в аренду на поездку в Киев. Завтра выезжаем в Киев с кабиной и по ходу дела буду рассказывать, зачем мы туда едем и что интересного предстоит вам показать. Доброе утро! Продолжаем серию видео по поездке за машинами. Я надеюсь, что это уже вроде бы как последняя поездка в этом году. Крайняя поездка, последняя никогда у Перекупа не бывает. Перекупов тут тоже только один. И как вы поняли, постоянно будет влазить в кадр со своими комментариями. Ну, мы же за это его и любим, правильно? Потому что это вставка в мой блог. Нет. Ламба двери на Лексус. На туре. Короче, приехали за тридцаткой. Да как? За тридцаткой приехали. Причем турингом. В другом случае я бы, наверное, не поехал. Так что сейчас приедет владелец и посмотрим, что там за автомобиль. Самое главное... Масландская серия, Берседес. Бляха, хватит меня сбивать. Это не с прошлой серии Масландос, у него был немножко лучше. Подготовлен по Перекупски. Короче, она трехлитровая. Все, дальше я покажу. Здесь тоже, не надо машину показать. И неудобно, и за рулем, и я нужны ручки. Это же не у тебя, блядь, на G-серии, понимаешь? Пока они пошли переоформлять ее, подавать документы и все остальное. Самое крутое здесь то, что классно свапно 3 литра, MC4. Все аккуратненько, чистенько, никакого колхоза внешне нету. Сделано, короче, все правильно, все по уму. Задорого, так сказать. Но кузов требует переварки. Брать такую машину человеку, который не знает, где он будет ее красить, варить и вообще делать, заниматься кузовом, вообще смысла никакого нету, потому что она проживет очень недолго. Сейчас они переоформляют ее уже в МРЭО и поедем, наверное, в гости к Артему, с которым я познакомился на Чайке во время РТР. Это владелец М3-92, который ездит регулярно на Нюрнбург-Винг. Пацаны, заценили машину. Кобина. Порой, это уже шесть миллионовой тачки. Порой, это уже шесть миллионов. Короче, пока мы ждем тачку, нам предложили обед перекупа, но на самом деле они не знают, что мы долбоебые, а не перекупы, потому что перекупы такими тачками не занимаются. Что, покажу вам немножечко салона нового проекта. Это у нас Туринг Е30. Смотрите, тоже есть такая сеточка, как у меня. Китайский руль, жидкий руль. Правильно его назвать. Вытертая ручка. Тоже с Алиэкспресса. А так, в целом, салончик прикольный, аккуратный, относительно комплектный, но сидушки будут переживаться, потому что есть вот такие вот штуки. А, еще есть люк. Тоже работает. Компьютер, наверное, не работает. Вот такой вот потолок. Кто-то получил номера. Покажи номера. Короче, мы на самом деле взяли Каен. Короче, пацаны, я же вам говорил, что сегодня будет очень много каких-то чудес. Ну, если вы не разбираетесь, это второй переход рестайловый Туринг. А Туринг, это значит пять дверей. И вот это настоящий трехлитровый мотор, который идет на самый последний Туринг. Ну, этих кто на кто нам звонит. А кто это и какой человек вообще не уходит. Все, мы сейчас будем снимать видео, потому что это реально капсула времени. Так, мы приехали забирать всяких ламп, которые дуют вместе с машиной. Вот вам два Туринга. Раз. И у вас. В кабине мне нравится погрузочная высота. А что вы хотели? 93-й год. В этот раз поездка в Киев богата навстречи. Привет. Напоминает машину Дениса. Но машина другая. Много всякого интересного оригинального стоит. А забавно, что сзади за водителем стоит детское кресло. Вон там вот. Круто, когда можно так проездом встретить однодумцев. Так кому нравится 36-е будут плясать от радости. Я как-то там уж Вадиму заехал на СПО. Все же там пацаны гнили. Это первый раз какая-то старая машина к нам выехала. Короче, кабина привез есть какие-то бургеры. Говорит, типа... Какие бургеры? Какие? Ты посмотри сюда! Посмотри! М-бургер! Не, реально, местяк топовый. Ты видишь, какие бургеры мы приехали есть? Ну... Не Н, а М. Как в М. Потому что М-бургер, он течет, он разваливается нормально. А М-бургер нормально, его можно брать и есть. И место такое тоже не все его знают. Ну, короче, оно находится по Бориспольке. Покажи ей витрину. Ищите локацию! Мясо Shop and Food. Ладно, погнали, пробовать. Полетели. Твой М-бургер из М-тауна. Полетели. Так, ну что, одна из последних вставочек. Мы поели плотненько. Бургер реально темка. Сели по машинам. Ну, поехали, там Борисполь охрануется. И будем двигаться домой. Поехали! Это все, что сейчас происходит. Это тоже, когда компьютерная симуляция. Это на зеленом фоне. Вот мы едем и, короче, знаете, что мы делаем? Мы на двух 330-х турингах снимаем друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok